Хей-хей-хей, мальчики и девочки! Всем привет от Кэт из Градка Вискос! Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию интересное и полезное видео. Мы поговорим сегодня о продукции из компании Apple. Все электронные гаджеты, которые сейчас есть в нашей продаже. Я надеюсь, что вам будет эта тематика интересна, так как мне, например, я нашла эту тему очень полезной для себя. Я, как человек, который со всей этой технологией и со всеми новыми продукциями на «Вы», для меня это было очень интересно и полезно. Вы знаете, я открыла очень много нового для себя. Но это только первая часть, продолжение следует. И сегодня я хочу вам продемонстрировать интервью, который любезно согласился мне дать хорошей знакомой, который специалист в этой области. И он расскажет вам все подробности. Поэтому, кого заинтересовала эта тема, продукция Apple, оставайтесь с нами, будет интересно. Apple Corporation first came out making personal computers. Корпорация Apple известна за то, что они были первой компанией, которые создали персональный компьютер. И мы как раз сегодня поговорим о их замечательных товарах. The founder of Apple Computer was Steve Jobs. Основатель компании, Will Steve Jobs. Apple decided to make, along with Steve Jobs' direction, products that were for individuals. Компания Apple во главе с Стивом Джобсом работала над созданием небольших персональных приборов, которые были бы очень user-friendly. The first product that Apple made was an iPod. Первый продукт компании назывался iPod. It allows you to put personal music taste and music to your iPod so you can listen to it. Используя этот прибор, вы можете загрузить туда музыку, фотографию, любую информацию, какую вы хотите. И, например, слушать где-то во время тренировок спорта. Then, Apple decided to make the iPod bigger, and as the iPod got bigger, Steve Jobs decided it'd be a great idea if you can make phone calls using it. А то мы не создали iPad-прибор, который был больше по размеру, имел экран, и Steve Jobs решил сделать его еще телефоном, чтобы люди могли делать звонки для удобства. Hence the iPhone. И отсюда появился iPhone. Первый iPhone, который создала компания. People wanted to have bigger devices with larger screens, so they decided to go into a tablet. Потребители хотели со временем иметь приборы с большим экраном и с большим набором функций, и таким образом компания создала iPad. The iPad 2 was the second generation of those tablets. iPad 2 iPad номер 2 был вторым iPadом, который создала компания. Two more generations came out after that, and then the iPad Air was introduced. После этого вышли еще два поколения iPad'ов, и наконец они создали iPad 2, который назывался еще Air. У него был меньший экран и больше функций. Then the iPad Air 2 came out, which is thinner and lighter yet, along with a fingerprint reader for a lock. И последний язык девайсов был iPad Air 2, который еще тоньше, легче, с большим экраном, и они добавили туда тоже функцию security, безопасности, которую вы открываете своим нажатием пальцем. То есть никто другой воспользоваться этим не может, уже это ваш отпечаток пальца. И это может быть информация, которую никто не воспользуется. A lot of these technologies used in the iPads were first introduced in the iPhones. like the fingerprint lock. Then with the iPhone came some services. Siri is known as a personal assistant. Также они со временем стали предлагать сервис, такой как Siri, Siri, который называется персональный ассистент. Очень удобно. Например, я продемонстрирую. Например, вы хотите проснуться в 5 утра завтра. И Siri автоматически уже ставит будильник на 5 часов. Или вдруг вы в магазине увидели что-то новое, и вы хотите узнать, что это такое. Например, какой-нибудь овощ. Beats. Я не знаю, что такое beats. И Siri автоматически выдаёт вам информацию, которую я нашла на интернете. Очень удобно, что они ставили будильник, ничего, и вопросы ваши отвечаются. Один из самых интересных функций, которые предлагает компания Apple, это Apple Pay. Apple Pay – это замечательная функция, которую вы можете платить, делать покупки нажатием вашего пальца. Самый надёжный вид платежа на данный момент, потому что информация кредитных карт не хранится на вашем девайсе, на вашем телефоне. Она хранится в специальном банке, то есть эта информация никуда не воспользуется. И кроме того, вы не проводите карточкой нигде, которую можно информацию украть, всякие хакеры могут украсть. Вы нажимаете именно вашим пальцем на вашем телефоне. Если вы на другую кроете телефон, попробуете нажать пальцем, ничего не получится. Самый надёжный способ платить. Вы подносите этот телефон кассе, что-то все больше и больше магазин предлагает эти функции, нажимаете Pay, выбираете карту, которую хотите платить, нажимаете пальцем, и всё заплачено. Если вы дома на интернете шопитесь, делаете покупки, то же самое. Выбираете функцию Pay, нажимаете пальцем, всё, done. Легко и просто и безопасно. Потом компания Apple разработала новую систему Apple Watch. The Apple Watch is linked to your iPhone. Ваши Apple часы соединены с вашим телефоном и выполняют те же функции. Вы также можете с Apple часов сделать звонок, получить сообщения. В общем, всё, что у вас есть в телефоне, и всё предлагается на часах. Плюс ещё другие функции. So you can receive text messages, you can send text messages, receive phone calls, look at pictures, and even track your health. И также он ещё может помочь вам в фитнес-целях, показывать, сколько вы зажгли калорий. Если вы долго сидите, и вы почувствуете такой лёгкий тэп на руке, типа, пора вставать. То есть это очень такой хороший помощник. То же самое функция Siri, которая может сказать, например, поставь будильник или разбуди меня, или напомни мне о собрании, которое будет через час. Очень-очень удобно. И кроме того, если вы ведёте машину, и вдруг у вас на руке там кто-то в сообщении, вы можете сразу прочитать сообщение и ответить. Сказать Siri, ответить на это последнее сообщение и сказать, я буду, встретимся через два часа. Очень удобно, если вы ведёте машину, не отвлекаясь совершенно, потому что текст месседжи, они же очень трудно сообразить. То есть многие машины сейчас имеют Bluetooth с телефоном, то есть позвонить-то можно, а текст месседжи нельзя, а с часами очень удобно. И сейчас я вам хочу продемонстрировать, как Apple часы работают в действии. Вот так вот они выглядят на руке. Очень красиво, мягенький ремешочек, хорошо прилегает. И когда вы двигаете рукой, зажигается циферблат. И здесь можно регулировать. И вот у нас сегодня 11.06. И вот телефон у нас звенел, вы видите, что у нас звоночек, и мне надо нажать зелёную кнопочку. Алло, алло? Алло, Катя, привет, как дела? Здравствуй, Лена. Связь очень хорошая, я тебя слышу замечательно. Давай сходим на ланча куда-нибудь, поедим чего-нибудь. Это очень хорошая идея. Увидимся через полчаса. Хорошо, договорились. Пока. До встречи. И вот так вот вы можете везти машину и ответить, и поговорить. Продолжение следует...